Итак, сегодня рассмотрим метод проб и ошибок на основе учебника Понкина и Реткина методологии научных исследований и прикладной аналитики. Метод проб и ошибок является одним из линейки методов научного исследования и прикладной аналитики, одним из методов решения задач и прикладных проблем. Оперирование методом проб и ошибок это часть нашей повседневной жизни. Этот метод вообще в принципе присутствует человеку от рождения, но даже в жизни человека этот метод находит далеко не простые воплощения и применения и далек от приписываемых ему таких уж хаотичности, нерациональности и нецелесообразности. Так, Луис Леон Терстон интерпретировал человеческое восприятие как метод проб и ошибок, реальных и потенциальных, отражаемых органами чувств, движений, помещенных в иерархию процессов проб и ошибок, включая как явные пробы и ошибок, так и идеальные пробы и ошибки. Метод проб и ошибок, как исследовательский метод, это далеко не бесспорный, это когда его шутливо именуют методом научного тыка, явно при этом недооценивая этот метод и не понимая его сути в действительности и далеко не простой. При том, что метод проб и ошибок совершенно неэффективен по ряду исследовательских областей проблем задач и проектов, этот метод все же имеет и свои области релевантной применимости. У этого метода множество производных и сложных модальностей, например, итеративный метод перебора вариантов и самое широкое применение. Достаточно сказать, что современные системы интеллектуального распознавания лиц используют этот метод наряду с методом сравнения и еще рядом методов. Тело в том, что метод проб и ошибок традиционно является одним из основных методов фармацептики для создания новых лекарств, например, антибиотиков. Также этот метод, перебор вариантов, применяется в сфере генетических исследований. Как считается, метод проб и ошибок, как управляемый эмпирический и эвристический метод, впервые формализованно был описан Эдвардом Турндайком. Другие авторы приписывают первенство Оливеру Холмсу и Герберту Спенсеру Дженнингсу. Донат Кэмпел указывает на то, что признание значения метода проб и ошибок встречается во всех теориях обучения, которые претендуют на полноту, что этот метод не заменим в процессах слепого поиска и выборочного удержания, в ситуациях поиска комбинаций совпадений, непредсказуемых на основе предшествующего знания. По Альтшулеру, применительно к сфере поиска прикладных решений, суть метода проб и ошибок заключается в последовательном выдвижении и рассмотрении всевозможных идей решения задачи, при этом всякий раз неудачная идея отбрасывается, а вместо нее выдвигается новая. Правил поиска нет, ключом к решению может оказаться любая идея, даже самая дикая. Нет и определенных правил первоначальной оценки идей, пригодная или непригодная идея, заслуживает она проверки или нет, об этом приходится судить субъективно. По Альтшулеру, по Е, метод проб и ошибок, метод подбора, состоит из серии проб, в каждой из которых делается попытка исправить ошибку, внесенной в предыдущие пробы, при этом вообще говоря, ошибки уменьшаются, и с каждой последовательной пробы мы все ближе и ближе подходим к желаемому конечному результату. Согласно мнению авторов учебника, метод проб и ошибок – это метод, предусматривающий экспериментальное совершение определенных действий и проверки их направленность на основе критериев успеха, посредством повторяющихся попыток, тестов, поисков и так далее, продолжаемых до тех пор, пока произойдет достижение успеха или исчерпание всех вариантов, либо подтверждение гипотеза негативного исхода или установления факта невозможности решения задач, либо намеренного прекращения попыток, корригируемых по решаемым задачам, исследуемым объектам или их частям, применяемым инструментарием по исходам тестов, с каждым последующим разом, исходя из динамической детерминации, накапливаемой и интегрируемой прошлым опытом, и с обобщением на мета-уровне накапливаемого опыта и получаемых результатов. Модальности задействования метода проб и ошибок в исследовании, первичный поиск, фильтрация и классифицирование источников, первичный поиск и фильтрация референтных дефиниций, интерпретации, объяснений, по крайней мере частично такие действия осуществляются перебором с просмотров вариантов, слепой масштабный поиск, детерминированный особенностями, неопределенностью, энтропийностью, ригидностью, исследовательскому вмешательству, малоисследованностью, исследуемой предметно-объектной области, поисково-проверочные действия в условиях, характеризуемых высоким уровнем неопределенности, проверкам множественных альтернатив опытным путем, при невозможности оценить и отобрать предпочитаемый вариант иным способом, мышленный перебор вариантов, без приведения натурных, материальных опытов, экспериментов, длительных наблюдений, классификация видов методов проб и ошибок, обоснованных, выделять следующую видовую таксономию, то есть систему классификации методов проб и ошибок, по основанию назначения, поисковый метод проб и ошибок, проверочный метод проб и ошибок, по основанию связанности с жесткими целевыми условиями, Метод проб и ошибок основан на гипотезе. Формулируется конкретная гипотеза, которая придет проверки этим методом. Метод проб и ошибок в свободном поиске или свободном оперировании вариантами. По основанию меры определенности объектной основы. Метод проб и ошибок, оперирующий определенным кругом исследуемых объектов, перебираемых вариантов. Метод проб и ошибок, оперирующий неопределенным кругом исследуемых объектов, перебираемых вариантов. Очевидным недостатком методопропы и ошибок, как указывает Дональд Кэмпл, является то, что область возможных мысленных или материальных испытаний может быть настолько велика, что решение данной конкретной проблемы заняло бы невероятно много времени, если бы был предпринят поиск всех возможностей, в том числе путем систематического скамирования всех возможностей, где они могут быть перечислены или получены случайным образом из вселенной возможности. То есть проблема явной, изначально допускаемой избыточности непродуктивных мыслей и материальных тестирований и, как следствие, огромная расточительность, медлительность, редкость достижений. Кроме того, дефекты применения этого метода очень сильно детерминированы сбоями и дефектами, если таковые есть, в цели назначения его применения, в определении условий задач, отборе эмпирической основы исследований и применяемых частных инструментов. Но главное, есть множество сфер, где метод проб и ошибок принципиально неприменим, не может применяться как основной метод, хотя это не мешает его задействовать в качестве партикулярного инструментального вспомогательного метода по частным моментам.